Последнее в этом году заседание прошло в правительстве республики. Один из вопросов повестки, что станет с бесплатной медицинской помощью в 2018 году. О программе государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи жителям республики рассказал министр здравоохранения Чувашии. В 2018 году предусмотрено значительное увеличение расходов на эти цели за счет средств обязательного медицинского страхования. Стоимость программы соответствует расходам, подтвержденным законом Чувашской республики о республиканском бюджете Чувашской республики и о бюджете территориального фонда ОМЕС на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. И составляет на 2018 год 16,263 млрд рублей, на 2019 год 15,652,1 млн рублей, на 2020 год 16,191 млрд рублей. В программе в соответствии с утвержденным правительством Российской Федерации перечня ЖНВЛП на 2018 год приведен перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населением при амбулаторном лечении по рецептам врачей бесплатных. А также перечень групп населения при амбулаторном лечении, которых лекарственные препараты отпускается по рецептам врачей с 50% скидкой. Сегодня же члены правительства утвердили порядок принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Если возникает пожар или авария. В случае возникновения аварии, в результате которой был поврежден на квартирный дом, орган местного самоуправления направляет к региональному оператору соответствующее обращение. К обращению должны быть приложены документы, подтверждающие возникновение аварии и повреждением на квартирного дома. После получения такого обращения региональным операторам согласовывается перечень работы собственников помещения проживающих, поврежденных на квартирном доме, и организовывается работа по изготовлению проектной документации и выбору подрядной организации. Кроме этого, члены Кабинета министров обсудили и приняли изменения в ряд государственных программ Чувашии. В основном это касалось увеличения средств, выделяемых на их реализацию.